На операционном столе двухгодовалая немецкая овчарка. Хозяев у нее нет. В ветклинике четвероногому дали кличку «Лорд». Сегодня пса кастрировали под наркозом в государственной ветлечебнице. Операция прошла успешно. Сейчас вы забираете, отвозите на приют, помещаете в отдельный вольер. На сегодняшний день завтра можно уже поместить с другой собакой. В клинику для животных «Лорда» привезли волонтеры. Безнадзорное животное они отловили в Олимпийском парке. Ну а все расходы на операцию для овчарки на себя взял муниципалитет. Допускать, чтобы бездомные животные плодились, как собаки, так и кошки, мы считаем, что это преступление. Поэтому мы работаем в этом направлении уже основательно года три. Сегодня в приютах на Барановке в Сочи содержится около 600 собак. Всем им была сделана операция по стерилизации, поставлены прививки от бешенства. Ну а после у приютов основная задача – найти для четвероногих хозяев. В приюте БИМ, например, за последние два года в хорошие руки отдано около 80% бездомных собак. Сейчас именно акцент ставится на том, что животное стерилизовано. И уже даже возраст не важен. То есть, если раньше предпочитали щенков, а потом дальше там уже сами решали эти вопросы, то сейчас больше звонков спрашивают, стерилизовано ли животное, кастрировано ли оно. И это радует. Хотел бы обратиться к владельцам баз промышленных, к владельцам ресторанов, столовых, которые есть, к садоводам нашим любимым, которые любят животных, но когда они безнадзорно плодятся у них на базах, они их выбрасывают в город. И мы получаем ту проблему, которая у нас сегодня есть. Просьба к ним обратиться в ветеринарное учреждение, провести стерилизацию своих животных, провести приювочные мероприятия, одеть ошейники и пускай они на этих базах живут. В противном случае к таким владельцам будут приняты меры административного воздействия. Тем, кто захочет помочь гуманным образом контролировать численность уличных животных, волонтеры рекомендуют обращаться в приюты. Но принести на стерилизацию дворовую кошку или собаку можно и самим. Государственные ветклиники на улице Пластунской в Центральном районе, на улице Энергетика в Вадлере и на улице Колораж в Лазаревке сделают стерилизацию или кастрацию всем таким питомцам абсолютно бесплатно. Сейчас решается вопрос участия и частных клиник в этой работе.